Здравствуйте, мы приехали в поликлинику, которая обслуживает диких животных. Нам пришлось, конечно, хороший кусок проехать, но мы посещаем. Это уже не первый раз. Мы привезли нашего зайчика, Аина. Он черненький. И хотим посмотреть, проверить на всякий случай. Он немного похудел у нас. Поэтому на всякий случай пусть проверит кровь, чтобы, может быть, у него паразит завелся или что-то. Он, конечно, имеет аппетит до сих пор, но вчера был очень вяленький, поэтому мы обратили на это внимание и решили лучше провериться. Так что сегодня решили, сделали вчера. Вот сейчас его проверят. Надо взвесить его вес. Ему сейчас где-то два годика. Она рассказывает, что я кормлю, когда ее нет дома. Вроде как будто все хорошо. Вроде как будто все хорошо. Рассказывает, чем мы кормим его. Рассказывает, чем мы кормим его. Ну, в общем, хотим проверить его все-таки. Похудел. Напугалась, что у него косточки. Понуса нет у него. Очень маленькие какашечки, не так, как обычно, круглые. То есть он может быть в тюрьму, или это может быть он ухажен. Да. То, а сейчас я постоянно смотрю все, как будто он будет обманут. Все эти три были прекрасно. Они хорошие. Они хорошие, в целом, выжасшие, какого, какого-то. Это только он, что я заметил, что он был виноват. Я готова. Я пойду, что я собираюсь брать Др. Скелли, и я буду вернуться. Что мы скажем? Он был 2.5... Мы будем весить его опять. Мы будем весить его опять. Если это не работает. Флотинг бони. Вы очень хорошо. Сколько? 2.2. Два паунда и два аунса. Ну, это где-то килограмм чуть-чуть чем-то получается. Типа такого, да. Он очень тяжелый. Маленький. Ну, вот здесь, когда приходишь, здесь есть разные кабинеты. Приходит медсестричка сначала, берет данные, взвешивает, смотрит. Если что-то надо, измеряет. У нас на три часа был сделан appointment, визит. Но у нас трафик большой, мы издалека едем. Поэтому так и получилось чуть-чуть опоздание. Но здесь дешевле, чем в других местах еще. Если ближе к городу где-то брать, там просто даже, как ты сказала... Создать appointment, ну, расписание и все это, чтобы прийти и увидеть. Это минимум 30 долларов, надо 35 лет. И тогда визит, экзам, все это 110 долларов. И еще плюс твоя проблема, с которой ты пришла. И лекарства и это. Да, да, да. Я просто, мы тут уже каждый раз приходим очень. Очень удобно и устраивает. Но он только два года ему. Он только два года. Он еще один. 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 Он еще один заставит. Вот так и все остальные. Хорошо, абсолютно один из чего-то. !" Показаний? Он еще один отпечаток. Он еще один отпечаток. Вот как раз вот этот палец. И еще один налажоб у него. На самом деле это забыл, как раз. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Он говорит, бывает, что зубки слишком длинные, надо посмотреть, проверить. Тогда это там с питанием сложно как-то. Почему он мог потерять вес так сильно. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Возьмут кровь у него. Взяли тут какушки, которые он успел сделать. Пару штучек тоже на анализы. Кровь отправят в лабораторию. И это через несколько дней только результаты будут. А какашки уже могут через 15 минут сказать, есть ли там какие-то инфекции или глисты, но то, что с фекалиями связаны. Выглядит нормально он. Зубки все в порядке у него, носик все, глаза. Шубка шикарная. Гладкий, блестящий. Он говорит, так странно. Как-то не можно понимать, чем проблема. Потому что да, он в шерстках гладкая, глазки хорошие, носик прекрасный, зубки хорошие, живой. Но он, когда трогаешь, у него реально, он худоват. Так не было. Они пойдут посмотреть эти горошек, эти какашки эти. Да. Посмотреть, если есть какая-то бактерия или вирус внутри. И кровь будет через несколько дней. Да, тебе позвонят просто. Так. Так. Так, здесь есть маленький шерсток, вот здесь, так это было нас. И, как он стал нарушителем, я буду проверить. Какой вас? Как вы делаете? Губер пошел, который был так суток. Так. такой самый терпеливый такой кровь брали все это нет проблем ничего не сделал они в шоке такой спокойный такой спокойный а у меня дома там есть везде прыгать все это ставить все тут другое место они же чувствуют люди не любят больницы и поликлиники животные тоже не любят собаки начинают вибрировать приходят поликлинику другие запахи у них пугаются они да это он порода куба да не знаю какой-то гавана а гавана вернее куба говорю господи по всем этим дам самым да у них очень красивая шубка из-за этого порода гавана ну как вижу ничего криминального пока так что будешь прикармливать как зару что-то там сбойка произошла какая-то и думаю что с ним все хорошо ногти надо постричь резкость у меня не так и не пришла ну ладно ну вот здесь надо будет по три столовые ложки через день сказали на каждый день каждый день хорошо так у меня очень сомнительно маленький пакетик не надо было больше яблоки яблоко банан он ягоды не любит да когда я ягоды я ему даю клубнику я даю ему чернику я даю малину и он не берет все другие без проблем съедает но не нравится ему да а ему нравится морковка ему нравится капуста салат капуста салат он не сидит не лежит видишь он совершенно подвижный энергичный вчера у него было такое немножко как сонный был но даже в этой клетке там пытается копаться что-то и что-то делать крутится сегодня с утра у него опять же все нормально вставал на ножки и кушал и аппетит у него и он живой как как всегда но не знаю всегда лучше перестраховаться все таки то что вес у него так упал что через шкурку чувствуются косточки это нас напугало поэтому мы здесь это специализированная поликлиника которая принимает экзотические животные кролики зайцы попадают под эту категорию сюда приносит корьков сюда приносит змей сюда приносит морские свинки птицы попугаи ящерицы ну в общем все такое другая ветеринарка которая ближе нас везде идет это коты собаки в основном и еще одна поближе тоже в нашем районе где нашему петушку делали операцию но это все связано с фермой это в основном как-то идет обслуживание тоже врачей лошади другое козы ламы очень сложно найти на коровы доктора в мэри вилле есть там пару вещей пару каких-то врачей один в мэри вилле находится это тоже городок от нас через ну в ног с виль туда дальше надо ехать а вот с экзотическими животными две какие в наверное да всего получается поликлиники две-три третий какой-то тоже было я думаю ну там в общем то куда доступно приехать но так вот как мы живем около большого города но не в городе но я не знаю если они берут зайчики госпиталь скорой помощи где мы были с мистером там как-то не спрашивали никогда там коты собаки в основном я видела тоже возможности можно найти в колледж в университете там теннесси там ветеринарная школа есть и там тоже клиника есть да и она гораздо гораздо дороже не всегда не всегда могут быть дешевле чем нормально ветеринарки только почему там студенты учатся считая не знаю что они делают но почему они студенты не доктор в клинике так что у нас тут экзотическое животное ждет результат заря сказала что если не можно достать меня или что такого если у вас есть трейлер вы можете всегда ехать в университете на си они там тоже смотрят и могут быть дешевле если вы не будете в университете на правильном обуви Никто на весах Особо стоять не хочет Килограмм всего весит Так, ну все Патрисия расплачивается Очень маленькая клиника Две комнаты только на прием идет Здесь еще небольшой магазинчик Сразу рядом С разными вещами Чтобы для животных покупать Игрушки, там клеточки маленькие Для птичек Мы находимся в Пауэлл Это хороший кусок От нашего дома ехать Ну и Как уже вы слышали, визит обошелся В 320 долларов и еще какие-то центы Это вот осмотр Это то, что сделали анализы Кала Вот здесь И взяли из вены кровь для лаборатории Плюс еще дали лекарства Ну не лекарства, а такая вещь, которая поднимает вес Там очень много всяких микроэлементов Специальные, если идет потеря веса Чтобы быстрее набрать Потому что не всегда Даже хороший корм То, что вот зайчик наш и капусту ест И морковку он очень любит И салат любит Он получает корм специальный С микроэлементами Но вот что-то дало потери веса То, что он взял анализы Кала Сказал, что Не видит он там никаких бактерий Ничего там абсолютно Никаких патологий, вирусов Там ничего он не нашел Воспалительных процессах Поэтому По сути дела Только будут ждать через несколько дней Что скажет лаборатория по крови Вот Так, так что Едем домой Получается, что все Едем домой Мальчик немножко заболел Ой, какой красивый дракончик Вот экзотические, видите То, что говорила Ящерки здесь все это Рептилии Рептилии Змеи Приносят сюда Ладно, все Едем домой Едем домой Ой, сейчас Сейчас будем пилить обратно Ну Я еще, походу Заскочила В магазин Любимый хобби-лобби И, наконец Купила свои Замечательного цвета нитки Видите Пыльная роза Здесь Отсюда получится Очень шикарный Красивый воротничок Так Все, да? Ну все Ждем звонка Тогда насчет крови Но мне кажется Что все в порядке Какашки посмотрели Не смотря Что там очень маленькая порция Конечно было Все Это не было очень много Посмотреть Не видно, что там Паразиты Ничего не нашли Никакой коксидия Как было с другой зайчиком Можешь положить сумку назад Ляля Удобнее будет Перекидывай Эти дракончики Очень милые Девчонка, да Ой, но он такой симпатичный Он жуков, она говорит, ест Только кушает этих насекомых Говорит, очень милый Спокойный Я их видела Они очень хорошенькие Ну, не маленький размер Там голова такая Средних размеров У него Тело Более-менее Такое целое Тело Средненькое Вот такой С хвостом Длина где-то такого А грудька Вот где-то там Голова большая Потоншая Идется вот так И тогда хвост длины Они очень хорошенькие Я что-то не видела Их у нас продаживают О, нет, есть Есть, да Всегда на нижней полке Просто Там всегда И ухаживать за их Маленько трудновато В школу приехала полиция Смотрю Пожарники Что-то случилось Может быть Как будто остановили Или что-то Так Ладно, ребят Мы еще находимся В одном местечке Называется Пауэлл Конечно, мы по всей территории Здесь не поедем Мы находимся ближе На въезде Тут, видите Сектор частных домов Здесь и сабдивижены Это так называемые Когда объединены дома В какой-то комплекс Есть один въезд И там тогда И бывают и собрания И какие-то особые Свои законы Не все можно делать Это все идет Зависит от этого Сабдивижена От этого объединения А Мы раньше жили В таком сабдивижене Там Могли приходить Правила И кусты определенной высоты И там и это И это И это И это Просто нам Все это здорово Как-то Не особо и нравилось Но, во-вторых Не в этом дело Большой громаднейший дом Был У меня есть видео Если хотите, найдете Я его даже пустым засняла Уже когда мы подготовили Его к продаже Полностью Громадный дом С встроенным гаражом На две машины Нам нужно было Просто территория Мы решили уехать Из города На свежий воздух На чистую воду На спокойную атмосферу На поля луга На коров На лошадей На курицы На курицы Так что вот Нисколько даже не жалеем А до города домчаться До Доксвели От нашего дома Где-то 25-30 минут Вот И кругом Маленькие городки Всевозможные Какие хочешь Во все стороны И Штаты другие Рядом буквально Северная Каролина рядом Кентаки рядом Полтора-два часа Туда наверх подняться Очень хорошее расположение Штата Ну и сам климат Именно субтропический Нам очень-очень нравится Здесь Обратите внимание Сегодня 30 ноября 2022 год На улице По летнему тепло 50-го показать А на Цельсию Что это? Стоим на красный свет 11 Сейчас на улице 11 градусов Мне кажется Как будто Как теплее на солнце Странно Ну на солнце Это другой вещь Конечно Вот солнце уйдет Уже станет прохладненько Это да Сегодня и завтра Или послезавтра У нас даже обещают Ночью минус 2 Минус 3 градуса А днем опять Как солнце выходит Оно очень горячее И получается так Что днем можно бегать В одном платье Вот Ладно ребята Это был городок Пауэлл Штат Теннесси Мы посещали ветеринарку С вами была Как всегда Сильвия Ее доченька Наш зайка Аинг Да Все Что в переводе с китайского Малыш Мы едем домой ребят Кому понравилось Ставьте пальчики наверх Конечно Задавайте вопросы Пишите свои комментарии Вот там проезжает Школьный автобус Они все желтые У нас в Америке Ладно Всем пока-пока Едем домой Все хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому